МОБЮА Ну, пару слов о графике. Она здесь, конечно, хороша. Обычно за такой фразой следует «но». Но она правда хорошая. Притом порадовала даже не столько само качество, что я хорошей графики, что ли, не видел, сколько именно мелкие детальки. Покачивающиеся веревки, блики на щитах врагов, всякие свечи и факелы. Я вообще считаю, что мелкие, незаметные детали крайне важны в любой игре. Здесь их не то чтобы много, но они есть. Сюжет. Здесь есть какое-то слабое его подобие, которое даже как-то пытается развиваться. Но это опять-таки выглядит скорее как наспех прикрученный к альфа-версии бонус, чем как что-то, что лежало в процессе создания. Ведь по-хорошему-то сначала пишется сюжет, сценарий, а уже потом по ним делается игра. Жаль, что игроделы часто об этом то ли не помнят, то ли вообще не знают. Ну, а теперь о геймплее. Цель игры — разобраться в запутанном лабиринте переходов, комнат и дверей. На пути будут встречаться разные враги, ловушки, а иногда и довольно внушительных размеров боссы. Сквозь это все надо прокладывать дорогу огнем и мечом. При этом под огнем я подразумеваю магию. Всего в игре четыре разных заклинания, которые будут открываться по мере прохождения. Каждая из них, как я понял, характеризует какую-то из четырех стихий. Также можно находить и новое оружие ближнего боя. Правда, не вполне понятно, зачем это нужно. Дело в том, что каждое оружие прокачивается по мере того, как ты им пользуешься. Так что к моменту, когда ты находишь новый крутой меч, у тебя уже и старый-то неплохо рубит. Монстры, кстати, рубят довольно больно. Вот только когда ты умираешь, ты сразу же возрождаешься там же, где и был. Так что вообще непонятно, почему было не сделать героиню игры вовсе бессмертной. Ну, видимо, это была фишка для тестировщиков этой самой альфа-версии, которую не стали убирать, ибо было лень делать чекпоинты. Ну, а напоследок я оставил темную сторону этой игры. Управление. В принципе, опять-таки, все стандартно. Бегаем джойстиком слева, вертим башку и рубимся правым джойстиком. И кнопками, которые тоже справа. Вот только все это совершенно неудобно. Можно привыкнуть, но неудобно. Итоги. Однозначного мнения по этой игре у меня нет. Она вроде и хорошая, но, говорю это в очередной раз, совершенно сырая. Но заценить можно. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лайки и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok